Магазин богатого папы представляет Тайны богатых. Восемь новых правил денег. Инвестиции в золото и серебро. Сегодня у нас в гостях Майк Меллони. Он написал книгу руководства по инвестированию в золото и серебро. Сегодня мы продолжаем говорить о важности финансовых знаний, о том, как получить неиссякаемый доход, как печатать собственные деньги. Многие люди пострадали от финансового кризиса, но эта проблема не коснулась тех, у кого есть знания. Бизнес мне нравится тем, что я пользуюсь налоговыми льготами. На рынке недвижимости мы можем использовать судный капитал для того, чтобы разбогатеть. Сырьевые товары – это ликвидные активы. Их можно быстро купить и продать на рынке. И что касается сырьевых товаров, я покупаю сырье, потому что оно растет в цене из-за инфляции. Мне не нужен пенсионный план, потому что у меня есть источники неиссякаемого дохода. Каждый месяц все мои активы, недвижимости и сырье приносят мне наличные. И мне не нужно экономить деньги, потому что на меня работают мои активы. И я не планирую их продавать. Я очень редко продаю свои активы, потому что каждый месяц они приносят мне наличные, и это неиссякаемый доход. В отличие от большинства людей, моя проблема в том, что у меня слишком много наличных денег. Поэтому я покупаю сырьевые товары, такие как нефть, золото и серебро. Я делаю это потому, что глядя на темп роста денежной массы, я понимаю, что скоро начнется инфляция из-за того, что власти пытаются не допустить дефляцию. Моя стратегия отличается от стратегии большинства людей, потому что мне не нужен пенсионный план. У меня много наличных денег, и вместо того, чтобы хранить их в американских долларах, я вкладываю деньги в золото и серебро. Верно? Верно. В инвестициях главное это умение максимально точно спрогнозировать ситуацию. И мы все понимаем, к чему ведет политика нашего правительства. Мы знаем, что намерен делать Бен Бернанке. Мы знаем, что намерена делать администрация Обамы. Чтобы спасти экономику, они готовы принести в жертву доллар. Это так называемая политика слабого доллара или слабой валюты. По мере того, как слабеет доллар, японцы вынуждены ослаблять иену, англичане вынуждены ослаблять фунт. Нужно понимать, что слабый доллар увеличивает наш экспорт. Но люди в Америке страдают из-за слабости доллара, потому что это порождает инфляцию. Верно. Покупательная способность доллара падает. Сегодня мы печатаем свою валюту в беспрецедентных масштабах. Это делают все центральные банки. Потому что они вынуждены, вынуждены. Если они не будут печатать на уровне нашего правительства, экспорт этих стран станет неконкурентоспособным. И всякий раз, как мы включаем станок, они делают то же самое. Даже швейцарцы. Пару дней назад я познакомился с одним человеком в баре в Нью-Йорке. Я не буду говорить, из какого он был банка. Не буду упоминать его имени. Но он занимает там высокий пост. Он рассказал, что общий долг крупнейших банков страны, ЮБС и кредит, СВИС, в 10 раз превышает ВВП Швейцарии. Представьте, что размеры этого кредитного пузыря в 10 раз больше, чем ВВП. Валовый внутренний продукт целой страны, Швейцарии. Это огромный пузырь. Но они все равно продолжают печатать деньги, чтобы избежать дефляции, которую все боятся как огня. Может быть, в США какое-то время тоже будет дефляция. Но в конечном счете, на мой взгляд, нет никаких предпосылок развития дефляции в долгосрочной перспективе. Давайте рассмотрим, что представляет собой денежная масса. Денежная масса – это количество денег в обращении, в нашем случае, бумажных долларов, плюс депозиты, коммерческих банков, федеральные резервные системы, которые могут быть выкуплены. Проще говоря, денежная масса – это количество всех денег в экономике. Статистика, которой мы располагаем, ведет отчет с 1918 года, и график выглядит следующим образом. Этот график показывает общее количество бумажных долларов в обращении. Получается, отправная точка – это 1918 год или 1918. ФРС была образована в 1913, а учет ведется с 1918. Красным я обозначу стоимость золотого запаса казначейства США. В 1934 году была проведена переоценка золотого содержания доллара, и отношение доллара к кунца и золота упало с 1,20 до 1,35. Но на самом деле это не золото подорожало, а бесценился доллар. Интересно, что на свободном рынке спрос на золото подтолкнул цену вверх, пока стоимость всех золотых запасов не сравнялась с денежной массой, которая была создана со времен Джорджа Вашингтона и до президента Рузвельта. Тогда цена унции золота составляла 35 долларов. Это 1934 год. Верно. Вот здесь уже 1971 год. В августе 1971 года президент Никсон упразднил золотое обеспечение доллара. И снова на свободном рынке начал расти спрос на золото. Соответственно, выросла цена золота. И затем около года, пока мы еще могли вернуться к золотому обеспечению, цена золота держалась на уровне 850 долларов за унцию. К казначействе было достаточно золота, чтобы выкупить каждый доллар, который был напечатан со времени Джорджа Вашингтона и до президента Джимми Картера. Это 1980 год. В это время золото подскочило до 850 долларов, а серебро до 50. С этого момента снова начинает расти денежная масса. Унция стоила 850 долларов, затем цена упала до 250, но потом снова выросла до 950 долларов. Итак, это точка 2009 год. В сентябре 2008 года правительство выкупает Фенни Мэй и Фредди Мак. Правительство приобретает все ипотечные ценные бумаги этих компаний. Они выкупили все обязательства этих компаний перед банками. Средства на покупку выделила Федеральная резервная система, и это снова увеличило денежную массу. Потребовалось два века, чтобы объем денежной массы достиг 825 миллиардов долларов. А затем ФРС напечатало сразу 900 миллиардов в сентябре 2008 года, и сейчас денежная масса составляет порядка 1,8 триллионов долларов. В марте было напечатано еще 1,2 триллиона. Таким образом, количество долларов достигло уже 3 триллионов. Обратите внимание, что это произошло всего лишь за год, то есть правительство напечатало где-то в 3,7 раз больше бумажных долларов, чем за все предыдущие годы. История всегда повторяется, и золото поведет себя точно так же, как это было в 1930 году и 1980. Так происходило сотни раз за всю историю, начиная с первой инфляции в Афинах в 407 году до н.э. Сейчас сына золота должна вырасти до 15 тысяч долларов за унцию, чтобы покрыть всю долларовую массу, которая сейчас находится в обращении. И это только в США. Только в США. Сейчас многие люди опасаются, что золото конфискуют, что правительство США запретит частным лицам владеть золотом. Но ведь проблема в том, что 70% мировой валюты – это американские доллары. Более половины этих денег обращаются за пределами США. Если сегодня Обама объявит о решении запретить частным лицам владеть золотом, как уже было в истории США, весь остальной мир будет избавляться от долларов и покупать золото. Такое решение попросту подорвет доверие к доллару во всем мире, поэтому такие меры в конечном счете не решат проблем, а только их усугубят. Таким образом, правительство сейчас в безвыходном положении. Так же они не могут остановить рост денежной массы. Если они остановят этот рост, то тогда рухнет экономика. Словом, это нас снова возвращает к созданию Федеральной резервной системы в 1913 году, после чего начинается рост денежной массы. Но во всем этом есть еще одна интересная вещь. К 1980 году антикризисные меры исчислялись миллионами. Продолжение следует...